Экзаменационная волна накрыла девятиклассников региона. Наряду с выпускниками одиннадцатых классов они сдают основные государственные экзамены или, как говорят еще, проходят государственную итоговую аттестацию. Сегодня ребятам предстояло сдавать ОГЭ по математике. Перед началом серьезного испытания наша съемочная группа отправилась в третью школу, чтобы пожелать выпускникам девятых классов ни пуха ни пера. На входе в школу предъявили паспорт в аудиторию только по спискам. Школа номер 3 этим днем стала пунктом проведения основного государственного экзамена для девятиклассников. 107 ребят из 4-й, 6-й школы, школы имени Антона Пырерки, прибыли сюда, чтобы пройти государственную итоговую аттестацию. Перед началом серьезного испытания еще раз инструктаж. Затем переворачиваем, пишем до конца. Если не хватает места, тогда уже поднимайте руку и просто не охорой к нам. На этом пишем, смотри, следующий есть. На столах ничего лишнего, никаких телефонов и прочих гаджетов, только ручка, линейка и карандаш. Чтобы избежать каких-либо нарушений и сохранить результаты сдачи экзамена объективными и прозрачными, в этом году процедура прохождения ГИА ведется под видеонаблюдением в режиме офлайн. То есть математика и русский язык – это экзамены, которые обеспечивают получение тестата об основном общем образовании, поэтому здесь должно все быть честно. Наряду с видеоконтролем процедура сдачи ОГЭ проходит под неусыпным контролем независимых наблюдателей. В этом году практика общественного наблюдения за ходом ГИА и ЕГЭ вызвала большой интерес у студентов и переросла в целое движение – корпус общественных наблюдателей. Наталья Пинишская, студентка техникума и сама недавно сдавала ОГЭ, помнит, как это волнительно. Мы смотрим, чтобы все двери были запечатаны, смотрим, сидим на экзамене, чтобы инструктаж был проведен правильно, и чтобы во время экзамена ничего не было нарушено. Ровно в 10 по аудиториям разнесли контрольно-измерительные материалы. На основной государственный экзамен девятиклассникам отведено 4 часа. Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более 10 рабочих дней, а 3 июня ребят ждет уже следующий основной государственный экзамен по русскому языку. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин